В районе начались традиционные отчетные собрания, в ходе которых главы поселений встречаются с жителями веренных им территорий и отчитываются о проделанной работе, ставят задачи на перспективу. Как правило, такие встречи с населением проводятся совместно с участием представителей администрации района, привлекаются руководители различных служб, учреждений и организаций района. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, встречи теперь проводятся в узком кругу. Руководители поселений отчитываются перед местными депутатами, а руководство района засушивает доклады в режиме ВКС. 25 ноября подобное мероприятие прошло в администрации Бличепсинского сельского поселения. Глава поселения Каплан Шевгенов представил участникам собрания подробный доклад о проделанной работе за 2021 год и озвучил задачи по исполнению полномочий в решении вопросов местного значения на следующий год. В целом на протяжении двух лет приходится работать в неблагоприятных условиях, как и ранее говорил. В связи с этим многие аспекты повседневной жизни ушли на второй план. Чтобы как-то приостановить стремительное распространение инфекции, то есть коронавируса, и тем самым сберечь жизни и здоровье граждан, приходится буквально все массовые мероприятия проводить с минимальным количеством людей. На сегодняшний день на территории поселения провакцинировано 837 человек, то есть из числа жителей поселения. С августа месяца для аддокса жителей на базе местной амбулатории открыт пункт вакцинации. И с этого момента ситуация с вакцинацией улучшилась. Жители поселения и других из лежащих поселений активно воспользовались этой возможностью. Несмотря на распространение коронавируса, проделана определенная работа. На сегодняшний день в Лечебсинском поселении, согласно данным переписи, состоявшимся с 15 октября по 15 ноября, проживает 3340 человек. Демографическая ситуация в поселении в 2021 году такова. Число родившихся составляет 31, умерших 26, то есть плюс 5. На сегодня мы опережаем смертность родившимися. Чтобы как-то улучшить ситуацию, все мы должны проходить дистанциализацию. Она необходима и мерам направлена на своевременное предупреждение заболеваний, выявление клинического подъезда, а также оздоровление граждан. Самой перспективной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. Основным занятием трудоспособного населения является сельскохозяйственное производство. Все земли паевые, всего земельных паев 1540, половина из которых обрабатывается 9 наиболее крупными хозяйствами. В основном выращивается ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечник. Есть и многолетние травы. Урожайность по пшенице в этом году составила 56 центнеров с гектара. По подсолнечнику 24 центнера, по кукурузе 43 центнера с гектара. Считаем, что урожай в этом году достойный. Помимо этого, в этом году были получены гранты на приобретение сельскохозяйственной техники и на выращивание клубники. То есть два гранта было получено. Хорошо развито поселение и социальная инфраструктура. Есть два детских садика на 50 мест и 120 мест соответственно. Общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, дом культуры, 14 торговых точек, 3 пикарни. Функционирует также банкомат. До конца года действующий банкомат будет заменен на новый. Договоренность со Сбербанком есть. Также весной проводился месячные чистоты для наведения порядка на территории всего поселения. В субботниках по наведению санитарного порядка принимали участие работники администрации поселения, школы, детских садов, работники социальной защиты в ограниченном количестве с соблюдением всех мер подосторожной оттей. С начала года материальная помощь оказана троим жителям на общую сумму 70 тысяч рублей, в том числе погорельцам дома, который недавно произошел в размере 50 тысяч рублей. В результате хозяйственной деятельности отремонтированы культуры и дороги местного значения на общую сумму 935 тысяч рублей. Большое внимание уделяется и подрастающему поколению, и их интеллектуальной и физической подготовке. Для развития спорта у нас есть три спортзала, мини-футбольное поле. Недавно открыта секция по настольному теннису. Буквально недели две назад. На сегодняшний день функционируют секции спортивной борьбы, бокса, футбола, волейбола, баскетбола, и, как отметил настольный теннис, недавно возобновил работу. Администрация поселения оказывает всяческую посильную помощь в организации проведения тех или иных турниров, материальном обеспечении секций, поездках на те или иные соревнованиях. В течение года проводились сходы граждан, заседания комиссии, на которых обсуждались вопросы наркомании, вопросы безопасности дорожного движения, в том числе и вопросы вакцинации населения, насколько она необходима. В этом году в рамках модернизации первичного 12-го здравоохранения на территории поселения идет строительство амбулатории врачебной практики стоимостью 25 миллионов рублей. Работы находятся в завершающей стадии. В декабре месяце, примерно с числа 15-го, уже планируется открытие. Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения, оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узкой специальности. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жители безрежащих населенных пунктов. Амбулатория будет оборудована необходимой медицинской техникой и мебелью. Помимо этого, на пересечении улиц Северная и Карла Маркса завершается реализация проекта развития общественной инфраструктуры, то есть обустройства детской площадки. Буквально вчера уже работы завершены стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей, основанных на местных инициативах путем предоставления субсидий из республиканского бюджета на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры. Чтобы как-то улучшить ситуацию с занятостью жителей на территории поселения, завершается строительство пособочного цеха на базе завода Тамбовский, в котором смогут устроиться до 100 человек, что немаловажно для населения, я считаю. Произведен ремонт автомобильной дороги подъезд по улице Аллея Кошева. Помимо этого, на протяжении всего года на территории поселения проводились ремонтные работы линии электропередач с целью улучшения качества электроснабжения, в связи с чем для населения бывали некоторые неудобства при отключении электричества на момент проведения работы. Для оказания оперативной медпомощи населению местная врачебная амбулатория в сентябре месяца получила новый автомобиль. Согласно проекту Организации дорожного движения по улице Карлинина на пересечении с улицы Карла Маркса установлен пешеходный переход. По улице Карла Маркса установлены две искусственные неровности. В марте месяце для осуществления ритуальных услуг на безвозмездной основе с баланса Центра медицины катастроф получена карета скорой помощи. В 2022 году будет проведено строительство автомобильной дороги по улице Сальмана-Болокова. Проект получил одобрение. Протяженность 1100 метров, то есть от шоссейной до улицы Ленина. В заключении своего доклада хочется поблагодарить главу Республики ДГМ Рада Корабьевича Кумпилова, районную администрацию, лично главу Кашкабского района Заура Аскорбевича Хамирзова, председателя Совета народных депутатов Брянцева Александра Владимировича за поддержку наших инициатив, за улучшение качества жизни наших жителей. Также хочется выразить слова благодарности в адрес руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, депутатов за помощь населению и администрации поселения в работе. Чувствуется взаимосвязь администрации поселений и всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории. Мне хочется, чтобы все жители поселения понимали и делали все, что от них зависит для улучшения того же санитарного состояния нашего поселения, чтобы внесли свой вклад в развитие поселения, после чего всем нам станет жить лучше и комфортнее. Пожелаю всем крепкого здоровья. Семейного благополучия, удачи и счастья детям, внукам, всем простого человеческого счастья. В мероприятии в режиме ВКС принимал участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Он подвел итоги встречи, дал оценку деятельности главы поселения и пожелал всем присутствующим дальнейшей плодотворной работы. Здесь ограничения всех узнали, поэтому отчеты все равно проводить надо. И эта форма для депутатского корпуса, я считаю, очень важна и очень важна. Депутаты, которые избраны народом, они живут в поселении, трудятся, работают, знают эти моменты, где доработки, где нужно предложить усилия, где нужно подсказать. Важно взаимодействовать, мы, в свою очередь, и от имени главы, и от депутатского корпуса Живина всегда будем помогать, всегда будем оказывать внимание всевозможные программы, все, что посередине участвовало. Значит, в большом клубе живет большое количество людей, которые в развитии, в состоронии, проявляют активность предпринимательства во всех сферах. Мы рады, что и ауни происходит очень безднея. На достигнутом останавливаться нельзя.